Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с разрушенного RAID-массива нерабочего контроллера LSI Megarate 84016E. RAID-массивы – это эффективный способ обеспечения безопасности и надежности хранения данных, позволяя объединить несколько жестких дисков в один логический том и распределять данные между ними. Контроллер LSI Megarate 84016E играет ключевую роль в построении RAID-массива, а также обеспечивает целостность и доступность данных. Потеря доступа к данным на дисковом массиве при выходе из строя контроллера – это серьезная проблема, особенно если на массиве хранятся ценные или необходимые файлы. Далее в видео мы рассмотрим, как настроить RAID и как вернуть данные при поломке контроллера, а еще как вручную собрать разрушенный RAID. Для общего понимания технологии давайте разберем, как создать RAID на данном типе устройства. Создание RAID-массива – это первоначальный шаг для обеспечения безопасности данных и повышения производительности системы. Этот процесс объединит жесткие диски в один логический том, что позволит распределить данные по всем накопителям и повысит надежность хранения информации. Построение RAID-массива на данном устройстве осуществляется через BIOS контроллера. Чтобы попасть в BIOS во время загрузки сервера нажмите сочетание клавиш CTRL plus H. В результате вы увидите окно BIOS LSI. Здесь нажмите старт для продолжения. Затем перейдите в раздел мастера конфигурации. В окне мастера выберите опцию «Новая конфигурация» и нажмите кнопку «Next». Вы увидите уведомление о том, что предыдущая конфигурация будет удалена и все данные будут потеряны. Чтобы продолжить нажмите кнопку «Yes». Затем выберите тип построения RAID – ручной или автоматический и нажмите кнопку «Next». Выберите диски, которые будут входить в массив и нажмите кнопку «Добавить». Эти накопители будут добавлены в виртуальную группу. Затем для подтверждения нажмите кнопку «Accept» и далее «Next». После этого добавьте данную группу в спан. Выберите опцию «Add to Span», а затем нажмите «Next». На следующем шаге укажите уровень RAID, размер блока, настройки политик чтения записи, параметры кэша и другие настройки. После внесения всех настроек задайте размер тома. Здесь справа указан полный объем для каждого из уровней RAID. После нажмите «Accept» и «Next». Далее еще раз «Подтвердить» и «Yes», чтобы сохранить конфигурацию. Затем повторно нажмите «Yes», чтобы начать инициализацию дисков. Обычно выполняется быстрая инициализация, но если вам необходимо полностью затереть диски, выберите медленную инициализацию из списка и нажмите «Go». RAID массив успешно создан. Осталось только перезагрузить компьютер. Далее идет разметка диска, настройка доступа и т.д. В том случае, если вы потеряли доступ к дисковому массиву, в результате поломки контроллера есть несколько способов достать данные из дисков. Для начала нужно определить, действительно ли дело в контроллере. Убедившись, что контроллер не рабочий, можно приступать к восстановлению. Первый метод восстановления данных при поломке контроллера – это подключение дисков к рабочему устройству. Для этого способа вам понадобится точно такой же контроллер или любой другой совместимый, с помощью которого вы сможете импортировать прежнюю конфигурацию RAID. Прежде всего важно тщательно изучить этот вопрос и убедиться, что операция восстановления данных безопасна и не повредит вашу информацию. Неправильные действия могут привести к окончательной потере оставшихся на дисках данных. У нас на канале есть отдельное видео с детальной инструкцией, как перенести накопители на новый контроллер. Ссылку я оставлю в описании. Ну и второй способ вернуть данные с помощью специализированного программного обеспечения для восстановления данных с RAID. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные типы RAID. Большинство файловых систем и различные типы построения массивов. Множество моделей RAID контроллеров. Соберет из накопителей разрушенный RAID и вы сможете достать из него важные файлы. Для восстановления данных вам потребуется подключить диски к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Как видите, программа в автоматическом режиме собрала из дисков разрушенный массив. Также она способна собрать RAID даже при отсутствии одного или нескольких дисков в зависимости от уровня массива RAID 5.1 диск, RAID 6.2 диска. Если на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь специальными переходниками и платами расширения. Их примеры вы сейчас видите на экране. В менеджере дисков выделите RAID и проверьте, правильно ли программа сумела его собрать. Здесь отображается краткая информация о его параметрах. Для детальной информации кликните по массиву правой кнопкой мыши и откройте свойства. Здесь на вкладке RAID представлена детальная информация о массиве, включая диски, их порядок, смещение и т.д. Если все верно, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите открыть. Далее выберите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. При простой поломке контроллера достаточно будет быстрого сканирования, это займет меньше времени. Если программе не удалось найти файлов с помощью быстрого сканирования, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файловую систему. Далее. В моем случае программа справилась с задачей без труда. Как вы можете видеть, она автоматически собрала RAID массив и обнаружила все файлы, которые хранились на дисковом массиве. Кроме того, программа также показывает удаленные файлы. Здесь они отмечены красным крестиком. Выделите все что нужно вернуть и кликните по кнопке восстановить. Далее укажите куда сохранить данные, диск, папку и нажмите еще раз восстановить. По завершению все файлы будут лежать в указанном каталоге. В некоторых ситуациях программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Это может быть в результате затирания служебной информации на дисках. В результате программа не может определить параметров разрушенного RAID. В таких случаях поможет RAID конструктор с функцией ручного построения. Конструктор поможет при затирании начала диска, где хранилась вся информация с параметрами массива. Это может произойти при подключении диска к другому контроллеру и затирании прежней конфигурации или перестроении RAID. Если вам известны его параметры, запустите конструктор. Здесь выберите опцию создание вручную. Далее укажите тип массива, порядок блоков и их размер. Добавьте диски из которых он состоял. Недостающие заполните пустыми, кликнув по плюсу. Также возможно придется указать смещение, по которому находится начало диска. Укажите порядок накопителей. Указав все известные параметры, здесь вы видите ваш RAID. Если параметры указаны верно, развернув его здесь появятся папки. Заполнив параметры, кликните по кнопке добавить. После чего RAID появится в менеджере дисков. Далее запустите анализ и выполните поиск файлов. Восстановите нужные. Как вы уже поняли, восстановление данных с разрушенного RAID может оказаться сложным заданием, что напрямую зависит в первую очередь от степени его повреждения. Правильный выбор программы для восстановления данных, а также уверенность в своих действиях это ключ к успеху восстановления данных с разрушенного RAID массива на нерабочем контроллере. Выбирайте надежное и проверенное программное обеспечение, такое как Hetman RAID Recovery, которое специализируется на восстановлении данных с RAID массивов. Также обязательно следуйте инструкциям и рекомендациям при работе с программой для минимизации рисков потери данных. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас и помогло восстановить утеряные файлы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok